всем привет сегодня я нашла две орхидеи очки на пересадку кто помнит что я купила ваша не вот такую ладью маленькую еще одну опять же кто помнит у меня есть уже коллективная посадочка из двух тоже мимик вот они чувствуют они себя великолепно хорошо все растят корешочки которые уже как видите со всех сторон ой придавлены камушками и корни слушаются и уже направились туда вот вот видите направляется вниз поэтому их придавливаю со всех сторон здесь тоже вот так они у меня сидят красотки вот и хочу сделать еще одну такую посадочку а то что-то мне кажется им все таки грустно по 1 растут они у меня таких горшочках это тоже что-то что-то я когда-то покупала написано на рыженькая то ли в обе то ли не знаю где уже не написано где это более долго мне кажется здесь тоже мини обе не написано какого цвета но она долго очень что-то приживалась у нее какой-то длинный такой очень этот ствол корневая мне вроде неплохая но даже не знаю сейчас я откопаю и посмотрим что там у нее внутри вот еще хочу вам похвастаться но она еще не целиком как бы распустилась моя мишка которую я все помните говорила скоро распустится скоро распустится вот она вот она красотка ее мы с вами прямо реально спасали сейчас я скажу тапаз это в тапазе она уценка обе было так сейчас посмотрю когда 8 октября двадцатого года мы ее с вами купали прямо в тапазе с листьями с корнями метам даже написано помечено тапаз ой не упала господи вот она у меня единственное что только на тот момент у меня не было стаканчика этот отверстие все время вода вытекает в этом только напряг у меня потому что она стоит стаканчик стаканчики вот это знаете вот такая вот красавица смотрите прелесть чистый керамзит а сверху это так пеностекло это я все время так сверху для красоты укладываем но сейчас уже не укладываю сейчас что-то разлюбила так делать раньше все им так укладывала еще много посадок где у меня пеностекло лежит сверху какая она чудная правда великолепная сейчас очень много я была в леруа до последнее время но в обе сейчас не было но в принципе они всегда в продаже вот эти вот розовые орхидейки в ужасном состоянии если честно у них у всех проблема шеи как корнями когда копнешь все они конечно ужасно выглядят но смотрите какая шикарная корневая не побоюсь даже сказать это слово шикарная наросла у нее посмотрите кстати чуть делается вообще всего лишь мы простимулировали простимулировали топазом вот я даже не помню мазала ей шею максим надо видео смотреть чуть мне кажется я не мазала максимом только в топазе и и мыло 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 окунала вот прямо сейчас вам хвастаюсь как какая корневая хорошая вот и это для тех кто сомневается вообще что керамзит подходит вообще как грунт для орхидей есть люди которые сомневаются в этом не знаю таких лично вот но хочу повториться что орхидея это эпифит и что грунт для орхидеи в принципе не настолько важен но конечно если вы запихаете ее во что-то там совсем уж в воду дейтона в воде тоже выживет но с просушкой нужно делать просушку вот а в принципе орхидея она выживет любом грунте но с условием того что вы правильно и и будете поливать я уже у меня были такие видео где говорила что мне знакомые там старенькая бабушка у которой вообще орхидея в земле в простую огородной росла каждый год свела и все и все такое но она конечно у нее вся вылезла корни были воздушных больше чем в земле вот но считалось что раз земля сидит значит нормально но неважно она у нее конечно убегала из горшка всячески ну потому что это природа орхидея так расти так между дальше до между узлы узле так сказать наращивать наращивать корневую все больше и больше в чем бы она не сидела у вас в керамзите там земле в коре в пеностекле не знаю там в этом в перлите даже кто-то сажает в чем угодно орхидея будет все равно наращивать воздушные корни она будет расти вверх она растет как пальма до вверх 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 поэтому тут уже короче я хочу сказать что тот кто говорит что керамзит это плохой грунт для орхидеи это просто уж не обижайтесь это просто глупости глупости это просто вы не умеете правильно ухаживать в этом грунте поэтому вас не получается вот поэтому нужно наверное ну не хочу сказать научиться нужно просто понять как правильно поливать орхидею в любом грунте понимаете во чтобы вы не посадили орхидея даже может сидеть без грунта и также может у вас погибнуть потому что вы неправильно будете плевать не вовремя или наоборот слишком много понимаете ну вот в принципе правильный полив это большая лучшая часть для растения даже не столько сколько грунт для этого растения конкретно даже что-то меня короче понесло не в ту сторону уже наболтала вам тут ну в общем вы меня поняли у меня просто крик души потому что мне тут на днях сказали что керамзит ужасный грунт для орхидеи но поэтому я что-то так раз чувствовалась и вот решила высказаться по этому поводу показывая вам и хвастаясь все время свою красивую орхидейку да чё ж она хороша ух красотка ладно так еще заодно уже ладно покажу мою рыжую мастер писах она же меня теперь 20 . распустила смотрите смотрите какая она красивая да ну конечно да оля заглубила очень сильно но в расчете на то что будет много корней я хочу много корней чтобы она мне дала вот так что даже жертвуя цветоносиком глубоковато конечно посадила вот но дергать и сейчас не буду хотя в принципе опять же я могла бы все все вытащить посадить повыше чтобы цветонос свисал из этого контейнера получше смотрелся ничего бы и не было абсолютно если вы кто-то переживает что цветущую орхидеи нельзя пересаживать это тоже полная ерунда вообще особенно из такого грунта где просто вытряхнул просто переложил все хоть три раза на день пересаживайте ничего страшного не произойдет если орхидеи у вас здорово с корнями все в порядке с поливом у вас все в порядке ничего не будет просто мне как бы не хочется думаю ладно пусть уже так сидит вот она скоро нарастит еще листиков из центра будет немножко выше те листики которые совсем ну вот этот конкретно немножко заглублен он потом сам по себе отойдет мир иной то есть она будет выше мне надо будет ее пересаживать опять же не потому что как бы лишний раз пересаживайте потому что ну и время тоже дорого каждые пять минут тут всех пересаживать некогда мне короче красивая да вообще смотреть прямо все так прямо на затягивает свои вообще расцветкой ладно все отвлеклась я короче не по-детски сегодня от главной темы видео так как главная у нас тема видео пересадочка пересадочка так где моя ладья а нет где мой подносик подносик в виде крышечки от контейнера у меня сегодня и давайте будем вытаскивать этот вообще знаете как просто и вытащила то есть мы тут тоже в процессе были наращивания каких-то корней хоть каких-нибудь по ходу вот один только я вижу плохой мне не нравится так остальные просто великолепные просто великолепные корни так сейчас я возьму пинцетик где мне пинцетик вечная проблема с инструментами это я увидела а вот так чаще сейчас один момент я просто хочу снять тут кстати была обработка максима видно на всякие пожарные видимо тут просто листик был еще он засох мы его сейчас чешуечки снимем эти потому что они в принципе всегда мешают расти свежим корням пусть листья надо пробиваться так конечно проще и быстрее будет что-то не хочет отрываться сейчас надо мне еще ножнички маленькие взять так чуть-чуть надрезать тут уже корешок лезет тут он старый цветонос видимо когда я уже покупала ее не помнишь цветоносом я покупала видела я наверное видела раз мне написано рыженькая ювелирная работа я замерла при главное не повредить ничего цветоносик он прямо около корня сухой так ну такая она маленькая в принципе тут еще пол корня сухого отрежем кстати вот я хочу сказать кто не хочет или не знает как ухаживать керамзите можете не сажать это не обязательно можете держится орхидеи в коре но опять же полив это очень важно важно понимать как и когда полить орхидею потому что орхидея эпифид у нас это вам не фиалка все-таки природе то она без грунта вообще и она не питается этими самыми шкуры деревьев как некоторые думают что если растет орхидея на дереве то на там питается деревом нет все берет из воздуха что у нас тут воздух в квартире сами понимаете если бы она на улице росла наверное она чувствовала бы себя хорошо у нас было летом жарко я бы взяла бы какую-нибудь орхидейку на улицу на дачу посадила бы ее на дерево интересно понаблюдать что с ней будет как она будет себя чувствовать лучше мне кажется что будет лучше ну конечно она подцепит каких-нибудь местных жуков и тараканов так это у нас рыжая когда сегодня кормиваются как все вот она такая да и была наверно поэтому так что тут один корень подпортился вот куда с такими огромными она у меня ни в какую ладью не улезет сама самое главное дело маленькая так ну-ка если только не прикинуть что больно здоровые корни хотя новые видите на этом большом одном корне у нее маленькие свежие выросли корешки они такие здоровые что вот они почему-то из горшка то у меня и вылезают вот так наверх растут мы их сейчас загнем конечно в принципе все корни здоровые замечательные на вид ну в данном случае хотелось бы конечно чуть-чуть заглубить потому что шея все шею конечно бы я укоротила но тут этот корень вообще огромный попробую сейчас еще сложить ее тут три погибели так тут уже потом не поймешь где че че корни будут когда когда тут все вместе переплетется так ладно можно придавить а это такая малявка так оп в принципе листовой аппарат у них не крупный ладно сейчас мы их забацим мыть я их не буду они у меня так чистые смотрите как они легли так значит эту мы чуть-чуть придавим а эту чуть-чуть приподнимем так даже я наверно засыплю сначала тот край километром чтобы немножечко ее зафиксировать вот она приподнимается а знаете что я сразу сейчас булыжничек на нее положу так если у меня такое наличие булыжнички я привезла с дачи камня но их не мыла еще представляете мне не было времени помыть камни вот так вот так я их придавлю смотрите вау какая красота обалдеть так но их нужно сажать чтоб они друг другу не мешали когда будут растить листики вот 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 в чем у нас будет загвоздка так используем керамистик в которых они сидели вау красота очень мне нравится очень вообще она конечно высоковато вот это но ничего ничего нормально нормально видно вам не видно тут наставила я так увлечена процессом что я даже не смотрю в камеру что я там снимаю вообще у меня у меня даже такой знаете фикс идея такая возникла вот этот камень пока тут оставить потому что он будет фиксировать ее смотрите да какая красота это эстетика просто супер напишите вот вам вот нравится вот так вот мне вот нравится у меня есть еще один камушек ну в наличии пока что потом может быть я отыщу вот так еще положу ой какая у меня посадка суперская я я даже не ожидала что будет так круто я что-то полюбила вот так сажать последнее время видите у меня теперь две таких посадки если бы у меня еще место побольше было я бы наверное сажала конечно по две вот такие очаровательные вот эти вот кашпо в виде ладьи такой мне очень нравится замечательно смотрится если полезут корни я даже хочу чтобы они полезли я буду камушками красивыми прижимать супер ой ой как я рада как мне нравится здорово смотрите как получилось просто сплошное очарование я еще куплю одну такую ладьюху я пришила у меня таких маленьких орхидей в принципе много где-то они еще стоят по одной страдают в одиночестве а так будет красиво может быть потом еще и вот эту вот посажу с кем-нибудь где-то у меня там где-то у меня там еще есть какая-то чаровашка тоже белая по моему я не ошибаюсь посадить розовую с белой в одну ладью да будет здорово ну все посадочка наша закончена такая красота получилась пишите ваше мнение как вам понравилось или нет может из вас кто-то тоже так попробовать сделать ну именно в керамзит керамзите красиво все всем спасибо за внимание всем пока 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 пока